Казахстан Мы против сноса этого строения. Почему? Потому что мы граждане цивилизованной страны. И большинство наших граждан привыкло решать проблемы цивилизованным, законным путем, то есть в рамках правового поля. Если, допустим, сейчас мы нанесем хоть маломальский ущерб этому строению, это будет уже расцениваться как навесение ущерба имуществу Соединенных Штатов. И в этом случае вопрос уже перейдет в политическую сферу. Все, на этом давайте закончим. Пацаны, я еще раз объясняю. Не будьте из страны мамба-юмба. Понимаешь? Шлагбаум открывается, закрывается. Перед вами выступили исполнительная власть, прокуратура. Десять дней у вас попросила. Мурат, все, все. Мурат, шлагбаум пока подниматься, опускаться, они будут закрывать нам. А если отрежем, тогда шлагбаум вообще ничего не скажет. Все, я же делаю. Все, ребята, давайте не спорим. Все, десять дней. Все, понял, ладно. Скорее всего, будет команда ДВД. Будет в следующий раз, в 19 часа, здесь автобус ОМОНа. И будет все предпринято. Но я говорю, мы афганцы, упертый народ. Пойдем до конца. Получится, что получится. Но будет, может быть, сегодня цветочки, ягодки будут. Я не знаю. Но мне хотелось бы, чтобы все с законом. Но мы, ни ОМОН, никто нас не остановит. Мы пойдем до конца. Вот моя точка зрения. Может быть, есть какое-то компромиссное решение? Компромиссное. Убрать шлагбаум. Все. Не надо. Даже они компромиссные, я так понимаю. Они могут сказать, мы афганцы будем пропускать. Но извините, здесь не только афганские структуры. Здесь и офисы других, как говорится, казахстанских граждан. Правильно? Это получается. Они афганцы будут пропускать. А других будут останавливать. Но это ущемление прав. Это то же самое, как у нас с Казахстаном. Мы, афганцы, те же граждане Казахстана. И они те же. Мы в одинаково. Просто они, афгане, прошли мирные, но они работают здесь. Их будут проверять, а нас пропускать. Поэтому здесь должно быть единое. Шлагбауму нет. Это, как говорится, все. Но пасаран, они не пройдут. Редактор субтитров А.Семкин